Здравствуйте! Это наш Новосибирский программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме во дворе в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Можно ли ускорить капремонт фасада стоимостью больше 20 миллионов рублей? Что дает звание «Дом образцового содержания жильцам и управляющей организации?» И как один робот помогает сэкономить миллион рублей на ремонт теплосетей? Обо всем этом и не только сегодня в программе. В платежках за услуги ЖКХ скоро появится еще одна строчка. 4 августа вступит в силу закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что собственники, которые застрахуют свою жилплощадь, в случае беды смогут рассчитывать на компенсации из трех источников – из федерального и регионального бюджетов, а также из средств страховой компании. Ущерб будут возмещать, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра в регионе. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихии, выплату по страховке перечислят в бюджет региона. А вот собственники без страховки смогут рассчитывать только на помощь государства. По подсчетам страховщиков, финансовая защита жилья обойдется в среднем 100 с лишним рублей в месяц. Пока новшество стартует только в ряде пилотных регионов, в том числе в Новосибирской области. Да и само страхование квартиры или дома все еще остается на усмотрение хозяина. Но эксперты жилищно-коммунальной сферы уже называют эту услугу добровольно принудительной. В деталях разберемся в ближайших выпусках программы. Не пропустите. Новосибирцы все чаще требуют ускорить капитальный ремонт в своем доме. По-прежнему на первом месте новая кровля. Хотя в последнее время жильцы настаивают на фасадных работах раньше срока. Возможно, все дело в том, что в предыдущие годы многие уже отремонтировали крыши и теперь задумались о внешнем облике здания. Кое-где обновляют сразу целый ряд домов на одной улице, как, например, здесь в районе монумента славы. Я здесь живу практически 68 лет в этом доме. Только жила в 6-м по 10, а замуж вышла в 11-й, переехала. Вся жизнь в одном доме. Поэтому Елена Викторовна точно знает. Так хорошо эта сталинка еще не выглядела. Сначала отремонтировали кровлю и инженерные коммуникации. В этом году занялись фасадом. Стены со стороны улицы оштукатурили и покрасили. Со стороны двора сохранили кирпичную кладку. Только укрепили и обработали специальным составом. Выбиты кирпичи были. Отмосток не было этих. Эти уже вот разрушены были над подъездами козырьки. Вот все обновили, все сделали хорошо, чистенько. На ремонт фасада заложили 4 месяца, а сделали всего за два. И это с учетом колоссальных объемов. Если смотреть со стороны монумента славы, может показаться, что здесь три отдельных здания. На самом деле это один дом, который растянулся на целый квартал. Отсюда и масштаб работ. Площадь фасада почти 10 тысяч квадратных метров. Это 4 стандартные хрущевки. Поэтому работы обошлись в 24 миллиона рублей. Несмотря на внушительную сумму в смете, ремонт фасада удалось передвинуть на более раннюю дату. Подрядчики говорят, это не единичный случай. Многие фасады, особенно лицевые части центральных улиц, переносятся сейчас на более ранний срок. Соответственно, здесь был перенос срока. Я знаю, что представители собственника делали техническое заключение. Мы сейчас работаем на 12 домах центральных улиц. Везде включен капитальный ремонт фасада. В департаменте энергетики ЖКХ подтверждают, собственники все чаще пытаются ускорить ремонт. Перенести сроки можно двумя способами. Первый – поменять местами равные по стоимости вид работ. Например, вместо всех коммуникаций отремонтировать крышу. Для этого нужен стандартный пакет документов с протоколом общего собрания и актом осмотра дома от управляющей организации. Второй способ – ускорить ремонт одного элемента, доказав его аварийность. Тут уже понадобится экспертиза. Главное, что если они получают техническое заключение, что действительно ремонт требуется, должно быть это подтверждено. Потому что действительно у нас многие говорят, ах, нам надо, а по факту получается, что в рамках текущего ремонта можно что-то сделать. В этом году капитально отремонтируют больше 500 многоквартирных домов. Изменения наверняка заметят не только сами жильцы, но и прохожие. Ведь больше сотни зданий получат новый фасад. Первые дворы, которые в этом году благоустраивают при участии федерального бюджета, уже готовы. Остались только последние штрихи. Так на улице Новосибирской бывший пустырь между домами превратился в уютную игровую зону с мягким резиновым покрытием. Здесь проложили дорожки, установили детский городок, скамейки, а рядом обустроили велогородок. Все эти работы стоили 9 миллионов рублей. Прекрасная работа здесь администрации, управляющие компании, различных подразделений, мэрии, ТОСов, жителей. Просто надо всем сплочаться вместе и делать такие прекрасные площадки во дворах нашего города. В целом 46 объектов, как сказал, два объекта уже полностью физически выполнены. Половина объектов уже в состоянии вот такой вот высокой готовности. То здесь еще не закончены до конца работы, они ведутся и предстоит еще эти работы принять. Но в любом случае мы принимаем эти работы только после того, когда жители сами удовлетворены, делают подписи, говорят это то, что нам надо, это то, что мы заказывали, мы удовлетворены. 46 объектов – это только по одной программе, а всего за лето в городе благоустроят 305 дворов. Уютный двор – это лишь один из множества показателей, по которым ежегодно определяют дома образцового содержания. Традиционный конкурс, а точнее районный этап, стартует на следующей неделе. Что дает это громкое звание победителем и за что именно его получают? Об этом узнаем у заместителя начальника технического отдела управления капитального и текущего ремонта мэрии Новосибирска Ларисы Покачаловой. Лариса Валерьевна, приветствую вас. Здравствуйте. Образцовые дома в Новосибирске выбирают уже 16-й год подряд и за это время, если не ошибаюсь, что-то около 150 домов признали образцовым, да? Но больше 100 точно. Так вот, неужели кандидаты не кончаются? Неужели интерес к конкурсу по-прежнему есть? Ну, город большой у нас, и кандидаты всегда есть, и могу сказать, что ежегодно у нас порядка 15-17 конкурсантов, это те, которые участвуют в городском этапе смотра конкурса, то есть те уже, которые прошли районные этапы, то есть в этом у нас нехватки нету. Но конкурс имеет, как известно, два этапа, районный и городской. Давайте объясним, как в принципе, по какой схеме выбирает лучший из лучших? Ну, сначала, первоначально подается заявочка в администрацию, желающие и уже администрация района, комиссионно, проходит по критериям, то есть подходят они или не подходят на участие уже в городском этапе. А желающие это сами дома или управляющие компании? И управляющие компании, и собственники могут обратиться, то есть здесь не имеет значения. Знаю, что критериев, по которым оценивают кандидатов, очень много, но они как-то поменялись за эти 16 лет? Добавили такие критерии, как видеонаблюдение, да, у нас энергосервисный договор тоже добавили, но общие, базовые, конечно, они не меняются, то есть то, что техническое состояние должно быть соответственно, в соответствии с нормами. Какие требования к самим домам, вот какие дома могут участвовать в этом конкурсе? Единственное требование, это чтобы дом был не моложе 10 лет, чтобы более-менее сравнять шансы для других домов. Некоторые удивляются, вроде дом оценивают, да, дом образцового содержания, а еще и двор смотрят. Давайте поясним. Ну, у нас как бы собственники многоквартирных домов, то есть у них общее имущество. Мы оцениваем состояние именно техническое и санитарное общего имущества, как и строительной конструкции, и инженерной коммуникации, так же придомовая территория. То есть техническое состояние асфальтового покрытия и элементов благоустройства. Также у нас предусмотрено даже и художественное оформление придомовой территории и лещных клеток. Поэтому единственное, что хочу добавить, у нас в этом году конкурс маленько видоизменился. То есть до этого у нас конкурс был по двум номинациям. Это лучший многоквартирный дом и лучший подъезд. В этом году мы объединили этот конкурс, то есть мы оцениваем все в общем, потому что рассматривать в формате только одного подъезда уже как бы не актуально. Но все-таки, наверное, если дом образцовый, то и подъезды образцовый, как правило. Ну да. Лариса Валерьевна, вы тоже не первый год уже курируете этот конкурс и в составе комиссии конкурсной находитесь. У вас наверняка есть свои собственные наблюдения. Вот меняются ли как-то вкусы, предпочтения в оформлении дворов, домов, подъездов? Какие тренды есть? Ну, выделить что-то как бы невозможно, потому что каждый объект имеет, ну, как бы, они неповторимы. Потому что вот сколько мы лет не ездим, то есть я уже несколько лет выезжаю сама, смотрю, и сказать что-то там конкретно не могу. Но выделить можно, что есть дома, которые оформляют более, ну, как бы, в современном стиле. Они применяют услуги дизайнера. Есть где жители самостоятельно, то есть своими руками они делают, делают, красят, что-то придумывают, каждый раз что-то новое добавляют. Но, в принципе, как бы, каждый дом неповторим, могу сказать так. Поэтому даже выделить невозможно. Накануне старта конкурса есть несколько дней, чтобы что-то доработать. На чем чаще всего, по каким критериям чаще всего снижают баллы? То есть какие ошибки совершают сами собственники или там управляющие компании, да, за что обидно снимают баллы? После того, как к нам придут уже заявки с администрацией, то есть мы делаем график. График объезда. Конечно, мы заранее предупреждаем, но это за несколько дней. И если уж рассматривать, что что-то заранее для нас приготовить, ну, поверьте, привезти дом в надлежащее состояние невозможно за несколько дней. Это однозначно. Это работа не одного года, я думаю. Ну, банально, если приходишь и просто доски, объявления, как бы она отсутствует, чтобы успели до этого, как бы... Ну да, можно успеть ее повесить. Да. Ну, в принципе, что-то где-то подкрасить, может быть, где-то чего-то убрать. Ну, в основном вот такие моменты. Вот этот конкурс, это скорее возможность показать то, что уже есть в доме, или для многих это еще и стимул? Вот есть конкурс, мы хотим стать образцовыми, поэтому давайте подтянем то, что у нас есть. Я думаю, это и то, и другое. То есть это стимул тоже, да? Это стимул, да, потому что у нас есть дома, которые у нас уже были на конкурсе, не заняли призовые места, не вошли в десятку победителей. Но желание остается, то есть они смотрят свои ошибки и пытаются еще раз. В первую очередь они... Пример для других, что можно в городе Новосибирске, в доме многоквартирном жить красиво, уютно, чтобы было удобно. А, кстати, какая награда, кроме звания дома, образцового содержания? Ну, в первую очередь, конечно, это будет отмечено грамотой мэрии города Новосибирска и денежная премия. Сколько? Каждый по-своему, сколько набрали баллов. Это вот... Я считаю, что это, в принципе, как бы справедливо, то есть на сколько баллов дом участник заработал, на сколько он финансово будет премирован. Лариса Валерьевна, и когда мы узнаем десятку образцовых домов этого года? Мы узнаем это после 13 сентября. Я думаю, что с этим можно будет ознакомиться и на сайте департамента. Ну, мы обязательно покажем образцовые дома. Спасибо вам большое за интервью. А я напомню о том, как будут определять дома образцового содержания в этом году, мы говорили с заместителем начальника технического отдела управления капитального и текущего ремонта мэрии Новосибирска Ларисой Покачаловой. Полная версия интервью, как всегда, в специальном выпуске «Наш Новосибирский диалог». Новосибирские теплосети этим летом впервые обследуют с помощью особого диагностического комплекса. Робот-сканер находит в трубах дефекты и даже определяет места, где разрывы скоро могут возникнуть. Причем для этого не приходится раскапывать коммуникации. Давай датчик, Дим, складывай тогда вот этот вот. И контрольную камеру им поднимем. Проверка связи перед запуском. Робот на команды отзывается. Складывает и разворачивает оборудование, подстраиваясь под конкретные задачи. Сегодня обследование теплотрассы в горском микрорайоне. Это чем-то похоже на УЗИ, только вместо внутренних органов – теплосети, а вместо доктора – оператор в припаркованном рядом фургоне. Все происходящее также видно на мониторе. Комплекс сканирует пространство сразу тремя способами – визуальным, магнитным и ультразвуковым. Он видит все больные места – коррозию, вмятины, разрывы, даже определяет, где повреждения скоро возникнут. Измеряет, насколько истончилась стенка трубы. На развернутый диагноз требуется время, но некоторые проблемы заметны сразу. Из трубы поступает вода в камеру, соответственно, камеры запотевают, сильный конденсат на камере образуется, и, соответственно, изображение не очень хорошее. Критичные дефекты энергетики устраняют на месте. Детальная информация по всем обследованным участкам поможет скорректировать программу капремонта. Этому комплексу доверили больше двух с половиной километров сетей. Две трети он уже прошел. Если бы энергетики работали по старинке, все это пришлось бы перекапывать, ориентируясь на срок службы трубопровода. Не нужно проводить земляные работы, и не нужно проводить капитальный ремонт теплотрассы, и можно снизить затраты на обслуживание трубопровода. Разработка российская. Прибор уже зарекомендовал себя в других городах-миллионниках. В Новосибирске его используют впервые. Помимо этого у нас есть другие методы, акустической томографии, которая также позволяет сканировать участки. Просто данная технология, возможно, ее эффект будет выше. Поэтому сейчас посмотрим, поймем и принимем решение дальнейшее. С начала гидравлических испытаний энергетики обнаружили больше тысячи дефектов. Заменили два с лишним километра теплосетей. Еще как минимум пять километров магистральных труб заменят до конца лета. И последнее. Студенческий городок НГТУ преобразили уличные художники из разных уголков страны. Ежегодный фестиваль графит науки впервые вышел за пределы Академгородка. Однако главная тема осталась неизменной. Научное изыскание и все, что с ними связано. На корпусах технического университета изобразили студентов, их мечты, самолеты, простых тружеников. Граффити и муралы заняли в общей сложности 500 квадратных метров. Этот фестиваль, по мнению организаторов, с одной стороны привлекает внимание к науке, с другой преображает пространство. Я как раз радуюсь за то, чтобы было как можно больше разнообразного стрит-арта в городе, потому что, во-первых, многие даже не знают, какие стили искусства бывают, какое оно сейчас современное искусство. А стрит-арт он показывает, он дает какую-то основу для понимания того, что тебе нравится. У меня на этом все. Предлагайте свои темы, выпуски программы, смотрите также на наших официальных интернет-каналах и слушайте радио «Городская волна». Всего доброго. Увидимся ровно через неделю в это же время.